Погода нынче Стравоскольцев не балует. Правда, ребятню не пугает ни ветер, ни холодная вода. Барахтаются в лягушатнике весь день. Пошли, уточек посмотрели. А это вот зашли и не могу теперь вытащить их. Ну, изначально лето не очень-то радовало. Было холодно. Ну, сейчас все изменилось и вода теплая. Можно купаться. Погода просто замечательная. Водичка. Сначала, когда заходишь, очень-очень холодно. А потом привыкаешь. Кажется, что вода теплее, чем на песке валяться. Холодное лето значительно облегчило работу спасателей. Дежурство проходит без эксцессов. Люди далеко не заплывают. Вода еще прохладная. Далеко в воду не заходят. Сразу уходят на берег. Смотрим, чтобы дети без родителей на пляж не приходили. Их сразу устраняем. Без родителей не пускаем. Также смотрим за порядком на пляжу, чтобы с животными не заходили, потому что на пляж начинают с собаками, с кошечками любимыми приходить. Ну, и смотрим также, чтобы не было людей нетрезвым в виде, плохих компаний. Помогают спасателям и педагоги близлежащие 21-й школы. В купальный сезон они каждый день на берегу следят за безопасностью детей. Мы видим, что на пляже находится очень много детей. Но в массе родители, дети не одни. Они находятся с кем-то. Или с папой, или с мамой, или с бабушкой. Дети требуют, чтобы за ними наблюдали, чтобы они были под присмотром на то, они дети. С начала лета специалисты уже спасли двоих купальщиков. Но без потерь не обошлось. В печальном списке утонувших – три человека. Продолжение следует...